Смотрите, какой у нас рассвет. Всем доброе утро! Буду варить овсяную кашу наполовину с молоком, наполовину с водой. Я использую вот такие хлопья Геркулес Монастырский, потому что он не слишком разваривается, он такой жесткий очень. И не знаю, промываете ли вы, но я все время промываю перед тем, как сварить кашу хлопья. Вместо сливочного масла я люблю добавлять какие-то семечки. Тут у меня урбечь из семян подсолнечника. Получится очень вкусно, как будто бы с маслом. И буду еще добавлять немного семян льна. А если еще добавить какие-то фрукты, нарезать яблочки и посыпать или корицей, или вот такими приправами, это попкин спайс, то будет просто волшебно вкусно! Субтитры подогнал «Симон»! Мы уже дома. На улице просто дичайшая жара. Я в топике, не пугайтесь, пожалуйста. Я думаю, все уже привыкли, что ню я не снимаюсь. Значит, тем не менее, у меня выстояла, ну хоть как-то косметика, все текло. Все были мокрые абсолютно, но знаете, что я придумала? Значит, я сегодня нанесла один слой туши. У меня от Шанель несколько таких миниатюрок. Я, ну, куда-то их нужно использовать. В общем, сейчас использую. А сверху нанесла один слой водостойкой туши. Возможно, это кому-то поможет, если кто-то не любит слишком долго снимать водостойкую тушь. Ну, как я, я не люблю тереть зону вокруг глаз. Так что возьмите на заметку. Может быть, этот способ вам понравится. Сейчас хочу попробовать, как это все снимается, легко ли. Но, в принципе, вот это средство, я сейчас его уже разболтала. Оно двухфазное. Я вам показывала на него, как бы мы с вами тест делали. Сравнивали его с люксовым по тем же самым показателям. И оно выиграло. Мне оно не раздражает глаза. Это вот новенькая серия как раз, которая снимает якобы одним махом. Значит, сейчас у меня один слой водостойкой туши. Давайте его протестируем. Наношу средство, не жалею. То есть, мне кажется, что, ну уж бюджетно это жалеть точно таки не стоит. Зато, знаете, как кожа вокруг глаз не растягивается. Так, прикладываем. Держим несколько секунд. Даем, как бы, ей размокнуть этой туши. Вот. И потом попытаемся ее снять. Да, ребята, и тушь не течет, и она быстро снимается. Понимаете? То есть, если внизу слой обычной туши, то довольно быстро все смывается. Это хорошо. Не нажимайте сильно никогда на эту зону. Вот. Если очень мокрые диски, да еще и такое двухфазное масляное средство, оно вообще не тянет, потому что диски, как бы, видите, они скользят. Так, ну вот, мне уже значительно лучше. Значительно. Я перелила в баночки, вот такие переливаю, то есть, под фаберлик с разбрызгивателем любой гидролат. И потом сразу же размещаю по туалетным комнатам, чтобы не пересыхало лицо после умывания. И вот так на зону шеи декольте тоже наношу. И потом использую в туалетной комнате у меня стоит тоже вот такой вот от Хаделаба. Мне очень нравится мятный такой гель, увлажняющий. Можно и для лица, и для тела. И, собственно, я так его и использую. Его немного, в принципе, нужно. Он по такой вот увлажненной коже очень хорошо расходится. Вот так наношу. Эта штука очень приятная. В особенности тем, что она охлаждающая. То есть, если вы на лицо наносите, уже будет ощущение такое, что вам прохладнее. Мне кажется, вот этот гель хорошо брать с собой в отпуск, когда жара. Особенно после загара, если вы вообще ходите на солнышко и как-то целый день проводите, например, в городе по экскурсиям. В общем, штука приятная. Я уже, по-моему, да, этот гель вам показывала в своем уходе за телом и за лицо. Хочу показать вам, какой я топ красивый нашла в магазине Инканта. Очень красивый такой нежный между бежевым и серым оттенок. Ну, очень похож на вот этот. То есть, вот на эту кофточку. Мне понравилось то, что у него очень нежные кружева. И они такие довольно плотные. То есть, при стирке они не будут сразу разваливаться. Если я нахожу большие размеры где-то в известных магазинах сетевых, которые вы тоже можете посетить в разных городах, я обязательно вам делаю небольшую съемку и размещаю информацию в Инстаграм. Так что заглядывайте ко мне в Инстаграм. Возможно, там будет полезная тоже для вас информация. Кстати, я на себе там именно эту кофточку и показывала. Еще купила новую визитницу. Мне уже была нужна эта кожа натуральная. И мне показался очень удобный. Вот такой формат. Она не слишком большая и не слишком маленькая. У меня довольно много различных карт от магазинов и так далее. В общем, вот этот формат мне как раз подходит. Приятная такая мягкая кожа натуральная. Ну и видите, она узенькая. То есть, можно вертикально, горизонтально. Много места в сумочке она не занимает. И вы знаете, почему-то в последнее время ничего интересного как-то в журналах не нахожу. Поэтому наша с вами рубрика бьюти-перерыв как-то немножко подвисла. Потому что, ну действительно, ничего такого, знаете, восхитительно нового и интересного. И даже юмористического практически нет. В моде вот такой вот принт. Очень-очень много букв. Не знаю, у меня какое-то странное ощущение. Как будто, знаете, какая-то роба. Ну, в общем, видимо, просто не мой стиль, скорее всего, не мой вариант. Хотя, если бы это как-то были, может быть, цвет другой. Не знаю, напишите, как вам вот такая мода. Ну, прям везде, везде вот эти вот принты на одежде. Конечно же, плетеные сумочки и рюкзаки. Я думаю, что у многих сейчас они есть. Ну, это, в общем, ожидаемо. То, что можно увидеть в летних изданиях. Шанель плетеный рюкзак такой интересный. Как авоська. Ну, не знаю, отдала бы я сто с чем-то тысяч за вот такую плетеную сумку или нет. Вы напишите. Готовы вы за такие вот деньги покупать вот такого плана сумочки от Шанель. Мне кажется, если уж сильно хочется такую сумку, то можно на один сезон и не очень дорогой обойтись. Например, вот такой. Смотрите, какой клетчатый костюм. Очень мне напоминает пижаму. Я бы, честно говоря, в таком не стала бы ходить. Ну, не знаю, напишите мне, вам такие нравятся. Предлагается все ненужные вам карандаши начать наносить на губы. То есть, всякие синие, зеленые и так далее. Ну, я все-таки предпочла выбросить ненужные мне косметические средства. Посмотрите, какая интересная реклама Lancome тушь. Здесь различного возраста актрисы и близко-близко глазки. Тут уже явно видны морщинки. Хотя мне казалось, что в этом возрасте у этой девушки их не должно быть. А хитрые, очень красивые прищуры Забеллы Расселине, мне кажется, не портят даже обилие морщин. Это всегда, всегда в форме женщина. Очень красивая, очень интересная, как мне кажется, личность. И поэтому ничто не портит возраст, только ей на руку. И еще бренд Ферин выслал мне те цвета, которых не было в первый раз на складе. То, что я заказывала, но вот сейчас оно до меня дошло. Огромное спасибо бренду. Это уходовая косметика, по сути, хотя она декоративная. Там очень хорошие составы. Это проф косметика, которая сейчас продается для обычных потребителей. Цветов там просто море. По-моему, 60 с чем-то. В некоторых вариантах помад 30 с чем-то. Но, в общем, я думаю, вы свои цвета найдете. И отдельное видео по поводу этой косметики я уже снимала. Поэтому сейчас я хочу вам показать просто сводчи на руке тех оттенков, которые вы еще не видели. Итак, давайте начнем с помады Сила Цвета. И это жидкая помада, которая застывает как бы на губах, но при этом не стягивает губы. Потому что не содержит искусственных химических таких компонентов, которые бы высушивали губы. Напомню, косметика все-таки более профессиональная. Поэтому она, естественно, рассчитана на такое комфортное употребление для того, чтобы могла подходить просто всем. Поэтому разработок много. Вот по таким интересным формулам с уходом. И при этом стойким. Немного заостренный, как вы видите, наконечник у спонжа. Им удобно прорисовывать контур губ. Помада действительно ложится как кремовая. И потом она уже становится стойкой. Очень красивый цвет. Обратите на него свое внимание. Вот он будет выбеливать зубки. И я думаю, что вот этот оттенок я оставлю себе. Такой темный-темный, более фиолетовый. Фиолетовый я сразу же подарила мамочке. Я надеюсь, она нам тоже даст свой отзыв. Просто вот действительно такой темный. Совсем я не буду носить. А вот этот, мне кажется, очень даже подойдет. Также ко мне пришла еще одна помадка из серии Zephyrus. Это такие легкие, очень невесомые помады. Они хорошо увлажняют губки. У меня номер 920. Как вы видите, он очень нежный. Еще одна помада из серии Delicat. Нежная помада. И у меня 42-й оттенок. Очень красивый. Я думаю, что многим он подойдет. Это, опять же, освежающий очень цвет. И мне эта помада понравилась такой, знаете, комфортностью. Немножко маслянистостью. И это как раз та помада, которая, на мой взгляд, очень хорошо подойдет для возрастных. Две помады из серии Super Rich. Живительный эликсир. Здесь много очень ухода именно вот в этой серии. И вот эти как раз помады в красных упаковочках мне понравились больше всех остальных. Именно плотностью цвета. Таким питательным, хорошим составом. И, на мой взгляд, они ложатся более ровно. Как бы выравнивают поверхность губ, что здорово, безусловно. Упаковка именно вот этих помад меня почему-то немножко гипнотизирует. Очень мне нравится вот такой вариант в серебре. Очень нравится, очень удобно то, что есть вот эти окошки. Очень красивый оттенок. Как вы видите, он дуохромный и уходит в синеву. И он более розовый именно в свотче, чем сейчас в камере. И в стике он совсем кажется красным, но вот при нанесении он такой более в розовый уходит оттеночек. Очень приятный. Вот видите, какая плотность у помадки. Вот так, прямо сразу, вот таким вот образом. Видите, она ложится прямо с первого нанесения. Плотный-плотный дает слой. При этом он маслянистый и очень приятный на губах. И 852 оттенок. Ну вот просто нюд. Самый нежный, какой только можно себе представить. И мне именно вот такие оттенки очень нравятся. Если и вот с более ярким таким пигментом, то уходящие в синеву. И если нюдовые, то чуть более темные. То есть не совсем прямо светлые. Потому что у меня довольно яркий пигмент натуральный губ. И мне вот такие именно подходят. Блеск в этом бренде есть как вот такой вот просто глянцевый, так и с переливом, и с меньшим, и большим количеством таких вот мелких-мелких отражающих частичек. И он шикарно, конечно, смотрится на губах. Можно наносить на помаду любую. Кстати, если у вас матовая помада, вам подсушивают. Вот можете его использовать. И он довольно стойкий и не растекается. Имеет приятный аромат. Ну и сейчас я буду с вами прощаться, потому что у меня еще дела. Если вам нравится такого плана видео, поддерживайте меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. И также, если это видео оказалось для вас полезным, напишите мне об этом. Я буду очень и очень рада. Я отвечаю на все комментарии. Заглядывайте в мой инстаграм. Как вы уже поняли, там много информации. В течение дня я стараюсь общаться там с вами. Заглядывайте туда, присоединяйтесь ко мне. Спасибо огромное, что вы были сегодня со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за то, что имеете. Пока!